Приветствую друзья! Мы уже подробно обсудили всю линейку обновленных мобильных ЦАПов от компании Shanling. За исключением их самого маленького и доступного варианта UA1+. А внутри там на самом деле все не менее серьезно, чем у старших товарищей. Прикиньте сами целых два чипа конвертера от Cirrus Logic. Выходная мощность до 80 мВт на 32 Ома нагрузки. Поддержка PCM до 768 кГц и DSD до 11,3 МГц. А также просто мизерное энергопотребление и возможность выбора одного из пяти встроенных в конвертер фильтров. И это я еще не говорю о просто феноменальном уровне измерений и потрясающем по своей мелодичности звучании. О нем сегодня и говорим. Собственно, поехали! Пришел аппарат у небольшой белой коробки со схематичным изображением устройства и перечнем его технических характеристик. Где стоит отметить сдвоенный чип конвертера Cirrus Logic CS43-131, поддерживаемое разрешение в PCM до 32 бит 768 кГц и DSD до 11,3 МГц. А также, что помимо компьютеров, смартфонов и планшетов, подключать его можно к различным телевизионным приставкам. В комплект нам положили целую пачку макулатуры, переходник с Type-C на USB разъем, кольцо для крепления на ключи и небольшой двусторонний Type-C кабель. Корпус у ЦАПа совсем крошечный и несмотря на то, что он полностью металлический, почти ничего не весит. Из специальных возможностей сюда нам вынесли индикаторный светодиод и многофункциональную кнопку, которая в обычном режиме ставит музыку на паузу, а при двойном нажатии позволяет увеличивать или уменьшать системную громкость. Что конкретно будет происходить можно понять по цвету индикатора. Красный увеличиваем, а голубой уменьшаем. По торцам же находится знакомый всем Type-C вход и классический 3,5 мм выход с мощностью до 80 мВт на 32 Ома нагрузки. Это конечно не 120, но и далеко не 30 и даже не 60, которые были в знаменитом айбасом DC03. При работе аппарат почти не нагревается, никакого шума в паузах не издает, ну и гарнитуру привычно уже не поддерживает. Хотя то и понятно CS43131 просто не имеет на борту АЦП-блока. Зато потребляет девайс крайне гуманно. На 5 вольт приходится всего сорок четыре тысячных ампера, штука для его мощности очень неплохо. Ну и поскольку это Шанлинк, нам доступны все возможные виды драйверов, а также хардварная поддержка устройства посредством эдиктплеера на iOS и Android. Где можно выбрать один из пяти цифровых фильтров, отрегулировать баланс, громкость, переключить режим работы усилителя и обновить прошивку, если таковая появится. На ПК же доступен профессиональный ASIO-интерфейс. Пусть с базовой, но возможностью некоторой его настройки. Измерения я проводил в разрешении 24 бита, 96 кГц на АЦП и Ванда Космос. В результате все пункты в положении отлично, в том числе кстати и взаимопроникновение каналов. Умеют все-таки в Шанлинк добиваться качества не только в звуке, но и на графиках. В общем идеальная кривая АЧХ. Шумовая полка на минус 160 дБ. Прекрасный динамический диапазон и искажения на уровне минус 130 дБ. Причем как гармонические, так и интермодуляционные. В процентах это значение составляет 20-100 тысячных, что ровно в два раза лучше, чем заявляет производитель. Добавить нечего идеальное в техническом плане устройство. По подаче же продукцию Шанлинк спутать можно разве что со столом Керн. Все очень точно, сбалансировано и при этом просто сверх насыщенно и предельно мелодично. Голос словно живой, а инструменты наделены приятной слуху массой, глубиной и тем самым тембральным объемом, что уделяет дорогое звучание от бесконечного множества однотипных дешевых поделок. Кроме того, здесь просто феноменальное погружение в материал, прекрасное разделение инструментов и особый такой уклон в певучесть. Реально U-A1 Plus скорее не играет, а именно поет. С отличной выразительностью, динамикой и тем самым желанным многими вовлечением, когда одну и ту же композицию хочется слушать по кругу чуть ли не до бесконечности. Бас четкий, упругий, с приличной глубиной и передачей текстур. Он, так сказать, аккумулирует энергию и поджигает запал для средних частот, которые здесь немного подсвечиваются, выдвигаются вперед и буквально накрывают слушателя своей экспрессией и харизмой. Выделяя, так сказать, самый сок музыкального произведения. Подобный подход обычно встречается на виниловых проигрывателях, но Шанлинг, видимо, решили привнести это в массы. Слушать U-A1 Plus действительно просто сверхинтересно и невероятно комфортно. Причем высокие тут на сто процентов полноценные. С тем же легким смягчением, объемом и прекрасной протяженностью. Но на фоне выпуклой такой середины, они естественным образом оттеняются, тем самым сглаживая шероховатости, убирая излишнюю резкость и маскируя различные огрехи записи и сведения. Сразу предупреждаю, для пущей достоверности я сравнивал трех с половиной миллиметровый разъем. Герой обзора с таким же трех с половиной миллиметровым разъемом других ЦАПов. Даже если у них есть второй, более мощный балансный выход. Так вот, меньше всего Шанлинг U1 Plus похож на Moondrop Dawn Pro. У последнего намного меньше собственной массы, он более резкий, напористый и лишь слегка мелодичный. Я бы его скорее рекомендовал как антипода к герою обзора. Если нравится предельная скорость, драйв и высочайший уровень прорисовки, то тебе к Moondrop. А если красота звучания, благородный живой характер и та самая музыкальная магнетичность, к Шанлинг. Гораздо ближе к нему оказался новенький HIDIS S9 Pro Plus. Местами я даже затруднялся сказать, что конкретно из них сейчас играет. Но HIDIS при столь же насыщенном и сверх выразительном звучании все-таки обделен тембральным объемом и предлагает вместо него скорость, драйв и знакомую всем мониторность. То есть это такой промежуточный вариант, тоже очень хорошо и так сказать с огоньком, но производитель хотел реализовать классическое студийное звучание, а не островок блаженства для начинающего аудиофила. Не удивляйтесь, это самый дешевый вариант от данного производителя, поэтому бывает гораздо лучше и так сказать еще забористей. В UA2 Pro нам предлагают больше мощности по балансу, а в UA3 и UA5 уже практически топовый звук для линейки мобильных ЦАПов. Хотя, положив руку на сердце, если вам не нужен баланс, то UA1 Plus будет более чем достаточно. Я и сам думал остановиться именно на нем, но для планарных и других тугих на раскачку наушников мощности ему, к сожалению, иногда не хватает. Да, 80 мВт это немало, но это, согласитесь, и далеко не 240, которые UA2 и UA3 нам предлагают по балансу. Но еще одно важное уточнение сравнил его с аудиоплеером M0 Pro с 3,5 мм выхода. Как результат, по масштабу и белудике у них был примерно паритет, а вот четкость, напористость и уровень разрешения оказались выше именно на герои обзора. Кому это важно, возьмите на заметку. Итогом, мобильный ЦАП Shanling UA1 Plus очень легкий, симпатичный, имеет массу полезных настроек, все необходимые драйверы и возможность управлять музыкой непосредственно с тела устройства. Из минусов отмечу только отсутствие балансного выхода и отдельных клавиш для регулировки громкости. В остальном же одни только плюсы. Компактный, его можно повесить даже на ключи, непрожорливый, достойный в плане мощности и просто нереально мелодичный. Слушать его одно удовольствие. Бас быстрый, глубокий, с хорошей динамикой, а серединка слегка выдвинута, с объемными, сочными образами, очень неплохим разрешением и прекрасным разделением инструментов. Дайверха здесь предельно реалистичные, хотя на фоне середины чуть оттеняются, скрывая всякие мелкие недочеты и добавляя в звучание элемент того самого аудиофилского комфорта. Звук далеко не банальный, ему, поверьте, есть чем вас удивить. Степень погружения в материал какая-то просто запредельная. Тембры как живые, да и звучит все словно это не маленький цапик, а большой стационарный комбайн или как минимум плеер. С душой, характером и какой-то совершенно с завораживающей атмосферой. Если балансный выход вам не нужен, да и 80 мВт мощности, как говорится, за глаза, то это, пожалуй, наиболее интересное устройство в своем сегменте. Конечно, с забешенным драйвом, напором и прозрачностью лучше обратиться к Mondrop, но если вы цените мелодику, эмоции, насыщенность и вовлеченность в материал, это точно ваш выбор. А на этом, друзья, у меня все. Это был мобильный ЦАП Шанлинк ЮА1+. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Подписывайтесь на них. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok